Ростов сегодня это думский контроль школьного питания. После повышения норматива стоимости, оно просто обязано стать вкуснее и разнообразнее. Это двойное ДТП на трассе, где женщина-водитель погибла, осматривая свою машину после первой аварии. Задержание упорного иностранца, пробирающегося в Россию сквозь запреты, и задержание на границе коллекции ценных монет. А также крещенские купания в купеле, облагороженной горожанами. Ростов сегодня это поход на Старый базар специально за специями, укрепляющими иммунитет, и вторая победа баскетбольного пересвета ЮФУ в премьер-лиге. Зато какая с отрывом в 53 очка. А еще это выставка заслуженного художника России Алексея Курманаевского «Не хлебом единым» и «Не дождем единым за окном». На завтра нам все еще обещают приятную зиму. На первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Горячее питание для школьников стало разнообразнее и полезнее, а еще его стало больше. К такому выводу пришли депутаты городской думы. Так и должно было стать, ведь на завтрак и обед заложено теперь больше бюджетных рублей. Сегодня проверяющие объехали 8 школ Ростова, изучили меню и пообщались со школьниками. Фруктов и овощей стало больше. Первое, на что обращают внимание проверяющие. Столовые ростовских школ осматривают депутаты городской думы, чтобы убедиться, пошло ли на пользу повышение стоимости питания. Больше 700 миллионов рублей выделено из федерального, регионального и городского бюджетов на бесплатное горячее питание школьников в этом году, что позволило увеличить норматив его стоимости. Теперь, например, завтрак для младшеклассников вместо 54 рублей 17 копеек стоит 76,45, а обед 107 рублей 3 копейки против прошлогодних 79 рублей. Эта разница позволила расширить ассортимент и увеличить порции. Сегодня на завтрак в 80-й школе картофельная запеканка с печенью, а еще на прилавке всегда свежая выпечка. Слойки, пирожки, сосиски в тесте. Есть и салаты, и фрукты. Тем не менее, меню здесь проверяющие порекомендовали разнообразить. Бесплатные завтраки или обеды, в зависимости от того, в какую смену учатся, в этом году получают все ученики первых-четвертых классов и дети из малообеспеченных семей. А ребятам с ограничениями здоровья положено двухразовое питание, завтрак и обед. Теперь есть и полная компенсация стоимости для детей с УВЗ, учащихся на дому. Так и выходит, что больше 60 тысяч школьников, а это 51 процент от всех учащихся города, едят в школе бесплатно. Дома почти точно такой же, но здесь, конечно, тоже приходишь, приятно, кушать все, то же самое, как дома, чувствуешь себя как дома. Очень люблю эту кашу, очень вкусную. Самое главное, чтобы оставались довольны дети. Мы остались довольны информацией от директоров школ, что есть обратная связь от родителей. Соответственно, родители смотрят, наблюдают, дети сообщают о том, чем они питаются. И в общем и в целом все довольны качеством питания, разнообразием питания. Для контроля организации школьного питания в нашем городе создана единая система мониторинга. Телефоны горячей линии есть на сайтах школ в разделе «Горячее питание». Марина Черных, Алина Николаева, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Легковушка, а потом и грузовик сбили на смерти женщину, которая вышла осмотреть свою машину после столкновения с другим большегрузом. Такая страшная авария произошла на трассе М4 Дон. Подробности в сводке ростовского городового. Также Татьяна Цепелева расскажет о задержании нелегала, который, несмотря на запрет, хотел попасть в Россию в обход пункта пропуска, и коллекции старинных монет, которую хотели, наоборот, тайно вывезти за границу. Ростовский городовой следит за происшествиями. О самом заметном расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Остановились осмотреть машины после аварии и пострадали от второго столкновения. Смертельное ДТП случилось на трассе М4 Дон в Красносулинском районе. 50-летняя женщина на своем Митсубиси Лансер столкнулась с большегрузом, не выдержав боковую дистанцию. Водители вышли из машин, грузовик стоял на обочине, легковушка на крайней левой полосе, и в это время водитель избил попутный Хендай. От удара женщину отбросила подъехавший грузовик. Шансов выжить у нее не было. Водитель большегруза пострадал, но остался жив. Водитель легковушки сбил 48-летнего мужчину прямо на пешеходном переходе. Случилось это в Таганроге на улице Социалистической. За рулем ваза был парень 18 лет. Понятно, что водитель он неопытный. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Тайно пересечь российско-украинскую границу, причем пешком, попытался гражданин Азербайджана. Нелегал хотел попасть в Россию в обход пунктов пропуска в Миллеровском районе. Но был задержан, сообщает пресс-служба областного погрануправления ФСБ. Заметим, что нарушителю раньше запретили въезд в Россию. И он об этом знал. Но так непреодолимо его сюда тянет, что он решил просочиться на цыпочках. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Пересечение государственной границы Российской Федерации иностранным гражданинам, въезд которому заведомо для виновного не разрешен. По ней грозит до четырех лет тюрьмы. И вряд ли такой жизни в России хотел нарушитель». Ценную коллекцию старинных монет пытались вывезти из Ростовской области. 36-летнего гражданина России задержали на таможенном посту Куйбышева. В багажнике его авто нашли блокнот с подписью «Монеты». Название не обмануло. Внутри было 28 монет, выпущенных с 1735 по 1916 годы. Эксперт определил все это культурные ценности. Но владелец блокнота заявил, что об этой коллекции не знал, так как она досталась ему от родственников вместе с другими вещами. И тут же объявил о желании передать культурные ценности государству. Однако от наказания это не спасает. Возбуждено два дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования и нарушения запретов и ограничений. И информация из Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку по факту возможного незаконного помещения жителя Ростовской области психиатрический диспансер. Информация прошла на одном из федеральных телеканалов. Родственники мужчины обманом отправили его в психбольницу, чтобы получить наследство. Бастрыкин поручил следователям информацию изучить. И на этом у меня все. До встречи. Срок карантина при заражении коронавирусом будет сокращен с 14 дней до 7, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Так правительство оптимизирует подходы к карантину и тестированию граждан. И если потребуется дальнейшая корректировка срока, она продолжится. В суточной коронавирусной статистике Ростовской области сегодня рост, но незначительный. Всего плюс 6 по сравнению с предыдущими сутками. Зафиксировано 560 новых случаев заражения. В Ростове 160, даже на один меньше вчерашнего. Умерли 10 больных ковидом, в том числе 27-летний мужчина и женщина 55 лет. Остальным умершим за 60. Привились за сутки больше 2000 жителей региона. В целом по стране заболевших почти 34 тысячи, тут прибавка больше 2,5 тысяч. Умерли 698 человек. 23 тысячи выздоровели. В реализации национального проекта «Производительность труда» Ростовская область – один из лидеров. А опыт таких регионов по повышению эффективности производства и управления будет использоваться по всей стране. Об этом говорили на видеосовещании под руководством министра экономического развития России. Максим Решетников назвал нашу область даже не просто лидером, а лидером традиционным по всем направлениям нацпроекта. И дал Василию Голубеву первому рассказать о наработках. К проекту подключились крупнейшие донские предприятия. Они известны не только в России, на мировом рынке. Это «Невс», «Красный котельщик», «Тагонорусский металлургический завод», «Агрохолдинг Юг» и другие. Всего в проекте сегодня участвуют 85 предприятий Ростовской области. И до конца текущего года мы планируем привлечь еще около 50 предприятий. Губернатор отметил, по данным сайта производительность.рф по реализованным в Ростовской области проектам удалось сократить незавершенное производство в среднем на 34%, время протекания процесса на 32%, а выработка продукции в потоке выросла в среднем на 16%. Крещение отмечают православные. Кто-то окунулся в купель сегодня, а кто-то еще в сочельник. Наша съемочная группа отправилась к роднику Сурбхач, к новой купели, которую оборудовали сами горожане. Ростовская погода буквально благоволит любителям окунуться в купель на крещение. На термометрах сейчас около нуля, вода тоже довольно комфортная, так что ничто не мешает освежиться как следует в крещенский сочельник. Родник Сурбхач – легендарное для Ростова место, а можно даже сказать одно из мест силы ростовчан. Оно было таковым и без купели. Церковь 18 века постройки, бьющий рядом родник, этому способствовали. А теперь, когда здесь появилась еще и огромная купель, посетителей прибавилось в разы, тем более, когда праздник непосредственно связан с омовением. Когда-то давно на этом месте была купель, но потом, до лета прошлого года, как говорят местные жители, оставалось что-то наподобие лужи. И активисты сначала восстановили малую купальню, которая находится рядом, ну а летом взялись за этот большой проект. Забетонировали дно, завезли и установили плиты, облагородили территорию и заполнили бассейн водой из родника. Обустроили палатку, привезли, установили там отопление, подогрев есть специально для людей, чтобы можно было спокойно раздеться и окунуться и согреться и так далее. У нас будет также горячий чай. Эту купель сделали сами горожане, а вообще в Ростове для крещенских купаний было подготовлено шесть официальных купелей. Изначально планировалось десять, позже сократили число до восьми, а уже накануне праздника убрались списка и еще две. На территории Приполовенского храма и на Ростовском море, так как они не соответствовали требованиям безопасности. Иван Полихин, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Продолжаем выпуск. Смотрите во второй части нашей программы. Ростов сегодня – это поход на Старый базар специально за специями, укрепляющими иммунитет, и вторая победа баскетбольного пересвета ЮФУ в премьер-лиге. Зато какая! С отрывом в 53 очка. А еще это выставка заслуженного художника России Алексея Курманаевского «Не хлебом единым» и «Не дождем единым» за окном. На завтра нам все еще обещают приятную зиму. Чеснок, имбирь, куркуму и черный перец тщательно перемешать и добавлять этот состав во все блюда от борща до компота. Такой способ повышения иммунитета взяла на заметку наш старобазарный корреспондент Марина Черных. Да, вкусно не будет, где-то даже и мучительно, как в случае с компотом. Но кто сказал, что прием пищи – сплошное удовольствие, тем более в эпидемически сложное время. Итак, спецвключение о специях. Всем привет! Продолжаем искать натуральные продукты для усиления иммунитета. И сегодня в этих поисках рассмотрим прилавок специй. Наша иммунная система уже содержит в себе противовирусные программы. Надо только их помочь скорее запустить. И специи готовы включать определенные клетки для очищения организма от ненужных патогенных возбудителей. Итак, что же это за чудо-специи? Запоминайте. Чеснок, имбирь, куркума и черный перец. Ну, про чеснок все понятно. Он даже в сушеном виде убьет все микробы. В имбире много витаминов С и В, которые дают человеку дополнительные силы. И кроме того, он обладает антибактериальным действием. Куркума – ударение в этом слое именно такое, неблагозвучное. Вообще, в последнее время стало одним из зож-трендов. Это настоящий природный антибиотик. Ее острый привкус помогает бороться с вирусами и плохими бактериями. Так что приправа полезна при воспалениях. А черный перец кишит антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждения свободными радикалами. А значит, снижают уровень воспалительных и других опасных процессов в организме. Но это, конечно, далеко не весь список не только овкусняющих, но и полезных специй. А вот что у нас с ценами. Как и все вокруг, они немного подросли. С сентября. Если еще полгода назад маленькие 50-граммовые пакетики специй стоили 60 рублей, сейчас они по 80-100. А 100-граммовые выросли с сотни до 150. Но все, конечно, зависит от приправы. Разбег цен тут доходит до 400 рублей за какие-то редкие, уникальные. Цены растут и мы растем. Но стараемся держать цены как можно ниже, ниже, ниже. Специи везут из Грузии, Турции, Индии, Вьетнама, Ирана. И вот напоследок рецепт чудо-напитка «Золотое молоко». В кипящую воду добавить ложку куркумы и перец. Через 5-7 минут влить стакан молока обычного и чайную ложку кокосового. Подержать на огне несколько минут, а когда напиток остынет, растворить в нем мед и пить или натощак утром, или вечером перед сном. Так, как обещает хранитель рецепта, можно продлить молодость, нормализовать работу внутренних органов, а заодно защититься от простуд и поднять до отличного настроения. Спартак из Ногинска – единственная команда, которую пока смог обыграть Пересвет Юфу в Премьер-лиге. Причем уверенно, в гостях наши баскетболистки выиграли плюс 20. И вот домашний матч и вторая победа, и еще более убедительная. Наш спорткор Лев Клинов стал свидетелем избиения Ногинчанок и немного недосчитал наши очки до сотни, за что сейчас и ответит. Да, сотня в матче Премьер-лиги – это было бы красиво, но ведь и без того у нас третья победа подряд. Больше было только в прошлом сезоне в Суперлиге, когда мы ставили рекордные серии на поток. Сейчас с этим сложнее, но Пересвет Юфу обеспечил себе место в плей-офф Европейской лиге. И вот второй успех в российском чемпионате. Ногинский Спартак – гораздо более опытный боец Премьер-лиги, хотя сейчас по классу больше подходит для Суперлиги-1. Но у нас состоялся дебют практически заокеанского легионера. О девушке, которую назвали заокеанским легионером, мы вам расскажем чуть позже, примерно в середине сюжета. Ну а пока об эмоциях. Несколько дней назад наши красавицы вышли в плей-офф Европейской женской баскетбольной лиги, одержав в Чехии две победы. Видимо, те победные эмоции все еще на ходу. Ведь за первые пять минут игры с Ногинским Спартаком Пересвет сделал рывок 16-2. Не так много возможностей порадовать нашего зрителя победами, поэтому мы настраивались только на победу. Да, мы разбирали плотно соперника, потому что все равно опытные девчонки, и у них больше опыта в игре в премьер-лиге, но это никак не повлияло. Мы боролись только на победу и другого даже не думали. Ростовченки заблокировали или, как в данном эпизоде, подобрали после гостевых промахов массу мячей, не давая развиваться второй фазе атаки. Когда стартовое волнение у красно-белых девушек прошло, то они смогли набрать до конца четверти еще 10 очков. Но мы только увеличили свое превосходство 28-12. Из-за такой ситуации, которая сложилась с нашей командой, последние игры мы проводим крайне неудачно. Но, несмотря на это, никто не умаляет заслуг команды из Ростова вашей. Федосеев прекрасно готовит игроков российских, чему можно ему только спасибо ему сказать. Поэтому говорить о сегодняшнем матче особо не хотелось, просто хотелось поздравить с хорошей работой российского тренера и российской команды. И тут самое время сказать о нашем легионере, девушке, которая подъехала к этому сезону из-за океана. И Леонора Олейникова выманивает на себя двух оппонентов, и вот она, Ольга Петрова, остается одна, без помех попадая со средней дистанции. Анна Ростовчанка вернулась домой после обучения в Соединенных Штатах. Я еще, будучи тренером московского «Динамо», вытащил ее в Москву. В общем и целом она играла, против меня, за Ростов, Анна Ростовского, воспитанница 7-й школы. И там было еще с детства видно, что достаточно талантливая девчонка. У нее есть точки роста, безусловно, где ей нужно прибавлять, но то, что она в баскетболе подъела, совершенно точно. И уже из «Динамо» я ее отправлял в Америку. Она несколько лет провела в университете в Северной Каролине. И вот теперь дебютировала в премьер-лиге, хотя еще при Николае Таносичуке в 15 лет сыграла за главную команду. Как вы поняли, это уже ее очки в третьей четверти. А чуть раньше дебюта Петровой, во второй четверти, мы забросили первую трешку в матче. И к большому перерыву счет стал красивым. Преимущество двукратным. 44-22. У гостей еще как-то держала марку только Евгения Каратыгина, сумев набрать 14 очков. После плюс 40 в третьей четверти формальная заключительная 10-минутка была интересна любителям баскетбола только, наверное, в плане индивидуальных показателей и сможет ли Пересвет забить 100 очков. В итоге в протокольной ведомости в составе Пересвета Юфу не осталось девушек без набранных баллов. А финальный счет 95-42 до сотки чуть не дотянули. Александра Кирина, которой в этой встрече доставалось больше остальных, выстрадала 8 очков и 7 подборов. А ближе всех к дабл-даблу оказалась Элеонора Олейникова. 11 очков и 9 подборов. Теперь ближайший матч Пересвета 30 января дома с Надеждой из Оренбурга. Лев Клинов, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Алексей Курманаевский. График, живописец, заслуженный художник России. Он родился в Пекине, учился в Москве, женился на ростовчанке и уже почти полвека живет здесь. Персональная выставка этого нахичеванца открылась в Музее русско-армянской дружбы. Название ее определила картина «Не хлебом единым», где, по словам автора, речь идет о духе, культуре и целостности семьи. Алексей Курманаевский оканчивает графический факультет художественного института имени Сурикова, специализируясь в мастерской плаката. И с середины 70-х до начала 90-х работает именно в этом направлении. А вот потом в его творческой жизни появляется живопись. Здесь можно увидеть сон рыбака, вглядеться в портрет мамы и понять, почему мы живем не хлебом единым. Речь идет о духе, о культуре, о семье, я бы сказал, о целостности семьи, потом о вере, потому что, как говорится, без веры мы никто. И поэтому я считаю, что она действительно подвела итоги. Со своей женой Еленой он познакомился в Москве. Вместе окончили институт, приехали сюда, и теперь художник считает себя ростовчанином, нахичеванцем. Мне нравится этот район. Он такой с очень удивительной историей. Вот. И еще вот моя жена-бабушка, она ходила по полю, который разделяла на Гельчеване и Ростов, по засеянной пшенице. Это там, где сейчас вот театральная площадь. Одна из самых первых наших выставок с Алексеем Михайловичем Курманаевским состоялась вот именно в начале открытия нашего музея в этом здании, вот в старой, наверное, нахичеване. Мы открывали выставку династии, она была посвящена всей семье художника, потому что вся семья очень интересная, творческая. На персональной выставке художника собралась вся семья, и мы не упустили возможности поговорить с Еленой Курманаевской на фоне ее портрета, написанного мужем с душой. Получился такой очень душевный портрет, который кочует с выставки на выставку. Он даже висел в Москве в Государственной Думе. Была выставка такая, как бы наших художников там. И он там висел чуть ли не год. Его не хотели отдавать, но потом с боем Алексей Михайлович, наш дорогой, этот портрет все-таки забрал. А работу, посвященную семье известного врача Минаса Багдыкова, Алексей Курманаевский решил подарить музею, ведь Минас Георгиевич активно участвовал в его создании. И здесь, в этой картине, самое место. Галина Белоусова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Больше половины россиян совершают импульсивные, незапланированные покупки. И в основном это девушки 18-24 лет. Такие данные опроса привел в ЦИОМ. Обычно по вдруг налетевшему желанию покупают одежду. Дальше по убыванию продукты, бытовая техника, сладости и товары для дома. Причем одежда основная для женщин, продукты для мужчин. А что не по списку, а вдруг покупают ростовчане? Давайте послушаем, что они сами говорят. Как часто вы совершаете импульсивные, необдуманные покупки? Ну, не очень часто. Ну, а если это делаете, что вы покупаете? Ну, это, скорее всего, будет нужная вещь. Может быть, не в первую очередь, но нужная. Периодически. Раз-два в месяц. И что это может быть? Телефон, вещи. Самое разное. Ну, в основном это сувениры всякие, я люблю. Во всех поездках, во всех... Ну, я люблю эти лавочки с магнитиками, там, с какими-то вручными поделками. Как часто ты делаешь импульсивные покупки? Очень редко. Я очень часто. Иногда ты думаешь, что, когда ты видишь что-то, тебе это нравится, ты думаешь, что тебе это нужно. Потом ты понимаешь, что тебе это не нужно. Самое безумное это путешествие. Ты увидел, сразу купил и уехал. А у вас? Кофе. Еда, продукты, одежда, развлекать для развлечения. Разные. А с женой не ругаетесь? Потом вот, накупил. Я нет. Я не ругаюсь. Она может быть, да. Ну, я иногда с ней, когда в конце бюджет подсчитываем, уже смотрим, что направлено было куплено, то или иное. Удается рационально мыслить. Ну, вы со списком ходите или вот вы просто такой человек? Со списком. Да. Ну, бывает там иногда что-то, смотря с кем иду. И смотря какое настроение. От этого зависит. Ну, вот одна из них, да. Так что, ну, достаточно часто. И что это может быть, кроме собачки? Да, все, что угодно, но, не знаю, начиная с продуктов, заканчивая подписками на всякие онлайн-сервисы. Обувь люблю. Обувь. Безумное такое нет. Ну, бывает, куплю, а потом не нравится. Я как-то раз покупала в магазине брелок, а потом об этом жалела. Не знаю, почему. Да не знаю, просто увидел что-то, в момент подумал, блин, хочу, как раз деньги четко на это есть. Пошел купил, три раза эту вещь, три раза ее использовал, потом идешь, думаешь, зачем я ее взял? Только так. А так мелочнее. Самое безумное, надо подумать, сетбокс «Каннибал Корпс», это классика дезметалла. Вы знаете, в чем разница между мужчиной и женщиной, когда идут в магазин? Мужчина, когда идет в магазин, знает, что он хочет купить. А женщина начинает думать, когда приходит в магазин. Легкий морозец, ненавязчивый ветерок, с неба срываются снежинки. Просто идиллию нарисовала нам погода на этой неделе. И нашего метеакора Ивана Полехина из-за окна в студию не затянешь. Зато там, на свежем воздухе, под шепот снегопада, он прочитал учебник физики за восьмой класс и готов поделиться ценными наблюдениями. Ростовчане, всем огромнейший привет! В эфире самый просветительский проект первого ростовского. Конечно же, прогноз погоды, ну естественно. Вот, к примеру, вы знаете, ответ на самый такой простой, наверное, детский даже вопрос. Почему снег белый? Ну, по сути, ведь мы понимаем, что снег – это замерзший дождь, да ведь, по сути? Ну тогда почему дождинки прозрачные, а снежинки нет? Ну, вот в чем дело. Если брать снежинки по отдельности, то есть по одной, то они тоже прозрачные на самом деле. Но падая на землю, упав на землю, они ложатся друг к другу под разными углами. Ну, соответственно, солнечные лучи, проходя через них, сначала проходят через одну снежинку, через вторую, ну, преломляются и так далее. То есть получается, что снег отражает полностью солнечный свет. А так как солнечные лучи белого цвета, соответственно, и снег цвета такого же. То есть если бы солнце светило, к примеру, красным, там, или синим, или зеленым, то и снег был бы такого же точно света. А иногда солнце светит желтым цветом, но лучше бы оно этого не делало. В четверг со снегом то же самое, что и в среду. Но небольшие хлопья будут падать с неба весь день. Да и ночью сегодняшней подсыпать потихоньку будет. А температура опустится до минус пяти. Для Ростова это, согласитесь, серьезная прохлада. Днем столбики термометров поднимутся, но в разумных зимних пределах. До комфортных трех-четырех градусов мороза. Порадует ветер, вернее, почти полное его отсутствие. Скорость дуновения не доберется и до двух метров в секунду. Наверняка у вас на этой неделе будут еще радости, а погода только приятное к ним дополнение. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. До встречи завтра. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова